Всем привет, друзья! Сегодня мы будем делать настойку из черноплодной рябины. Всегда хотел сделать, попробовать. В общем, такая крупненькая получилась черноплодная рябина. У меня такая интересная. Так, для этого нам понадобится черноплодная рябина, чтобы закрыть пол-литра 45-процентного. Ну и потом немножко декстроз добавим. В общем, засыпаем все это безобразие. Посмотрим, сколько нам нужно. Я даже, честно сказать, не знаю, но чтобы перекрыть пол-литра, как я уже говорил. Так, засыпаем. Все, засыпаем, короче, пока что. Чистая, мытая. Пока, я думаю, хватит. Давайте зальем, посмотрим, что у нас получается. И как мы видим, мы еще можем подсыпать. И подсыпаем еще немного. Чтобы все полностью закрыть пространство нашего жидкого продукта. Ну, в принципе, я думаю, достаточно. Где-то полтора сантиметра от края. Ну и теперь сразу же засыпем декстрозу. Засыпать я буду две чайные ложечки. Раз. Раз. Двадцать. Ну, все, хватит. За время настаивания как раз она растворится. Будет у нас все классно. Теперь нам в помощь идет наша вакуумная крышка, чтобы процесс был намного лучше и быстрее. Вот, гляньте, как пошло сразу. Ну, и поперло. Замечательно. Во, поперло, поперло. Ну, и что. Короче, сейчас мы все дело убираем в темное местечко при комнатной температуре на недельку. Ну, и через недельку посмотрим, что у нас получится. В общем, погнали. Итак, ребят, прошло у нас чуть больше недельки. Вот такой вот у нас получился напиток. Сейчас проверим, что там есть. Что-то здесь присосалось. Ну, посмотрим, что за запах. Ну, запах, да. Есть. Прям отчетливый. Хороший запах. Тут, я думаю, самый главный вкус будет офигенный. Так, ну, в общем, я все дело отжимать смысла не вижу, так как она жесткая. Поэтому используем просто сито и ватный фильтр. Ну, сейчас, в общем, все это дело я перелью. Посмотрим, что у нас получится. Сейчас, короче, процежу. Ну, и, в принципе, и покажу, что у нас имеется. Ну, что, ребят, в итоге вот получилось, что у нас. Сейчас мы все дело зальем. Аромат хороший. По вкусу, попробую пальчиком так. Вкус есть, вот этот, терпости именно этой черноплодной рябины. Такой необычный. Я думаю, в сочетании с мухлюшком будет вообще великолепно. Так. Убираем. Вот такой вот прелестный цвет получился. Очень такой необычный. Как красные свеклы. Ну, в общем, очень рекомендую, ребят, сделать. Пробуйте. Черноплодная рябина везде растет. Из нее можно все делать. Вино, настойки, затирки всякие, натирки, варенье. Вещь классная. Обладает очень много полезных свойств. Ну, в общем, вот такая вот штукенция получилась. И две ложечки декстрозы. Самое то, что надо. Вот так вот. Так что, ребят, как-то так. Пробуйте делать, вам понравится. На этом пока что все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok